привет друзья здорово хоумис не хотите позвонить по объявлению о продаже автомобиля на автору быстро вот так вот сходу на чем нет мы хоть раз так делали новая фишка давай новая фишка сразу никаких объяснений просто берем и звоним сразу по объявлением красиво давай врубай врубай звоним правил русского языка учебник русского языка помните открываете там написано если по датсу ну мазди ниссану тойоте то звоним если по мерседесу бмв audi porsche то звоним так то есть мы по ниссану звоним верно по ниссану звоним на ленинском официальный диллер инфинити обращаем ваше внимание работа подборщика потешки инфинити по телефону 8 8 для вас круглосуточно без выхода добрый день да ольга мы я я забыл а чай звонил то сейчас подождите машина с пробегом интересует добрый день ниссан гтр интересует порядке при диагностике окрашенные элементы были это передняя часть 2 передние крыла передний бампер и капот легкое касание было в передней части то касается окраса передние два крыла капот и передний байкер по технической части машина в порядке фара левая крепление пластиковое ремонтировать из фары сохранили заводскую небольшое было касание снизу то есть байкер подпрыгнул и как бы задел крылья и капот по технической части абсолютно все в полном порядке автомобиль сейчас на зимних шинах на нишу полон и зимний тогда не вижу причин чтобы не подъехать вам не посмотреть ее так теперь видите самое вот на что мы купились мы купились вот на это слово вот на это слово мы купились ваши ставки будет ли там вот так вот опыт под наклон цель как класс я как будто на крейсёвере так мы приехали на нарядно встали на пригорочки что делаем теперь для начала свежее дыхание потому что придется идти в наморднике а мне тоже дай мне тоже дай мне тоже ребята кока-кольный тик-так тик-так со вкусом кока-колы это просто величие так в прошлый раз мы с тобой выяснили что что чтобы все люди сразу с порога поняли что ты подборщик что нужно нужны барсеточки так ты берешь вот эту вот я кашлы и бьют он я главный только единственно что я не знаю что они в них носят поэтому они пустые у нас блин так рад и ну ладно кое-что положить меня есть а ну вот уж и диагностика а удобно тук мама дорогая наса срываем подожди я и второй телефон туда смогу блин какой кайф я сюда первых о мой бог в бой так ну что встречайте красавчика красавчика подборщика барсетка луи виттон все как положено но у меня немножко попроще но я другой стороны и сотрудники такой ваш самые крутые носят просто вот так вот на шее барсет напишите как лучше какой-то время на вильно ну носить барсеты пар подборщик мы зашли в салон skoda чтобы посмотреть nissan и оказались вместе полном бмв сложно куда переместили да это такая крутая машина просто стоит вот вот так вот просто вот так вот стоит и все блин под какой-то она еще и грязная вот это у нас здесь номер естественно ару слушай-ка а 92 это же крымский регион верно в него номер ару как у девчонки на на абарте барсетка это не очень удобно кнопка открытия багажника естественно от самой дешевой альмеры блин ну как вот такая грязная машина как же мы должны понять что с ней случилось что это такое здесь можно предлагается прикоснуться к легенде а что это такое хочу прикоснуться ого на хрена себе здесь книжка какая классно все то здесь про эту машину написано это меня история натолкнула на одну очень важную вещь а давайте-ка мы вам быстренько расскажем про историю nissana gtr и так хоумиз времени у меня в обрез а рассказать историю надо постараюсь уложиться в две минуты а помогут мне в этом часы бренда старый советский секундомер а вы что ждали какие-нибудь выпендрежные швейцарские часы нет тут такого не будет потому что мы так решили но если вы бренд дорогих швейцарских часов мы не против сотрудничать все ссылки в описании пишите от учет только блюденого достаются крутые рекламные контракты отвлеклись и так nissan gtr все началось в далеком 1969 году с появлением модели nissan gtr pgc 10 где gtr впервые обозначала гран туризма рейсинг сдохлым по нынешним меркам двухлитровым моторчиком на 160 лошадиных сил этот автомобиль за три года своего существования завоевал около 50 побед в различных гонках эксперимент был признан удачным и вот уже в 1972 году nissan выкатывает вот этого красавчика gtr kp gc 110 но тут не получилось не фортануло топливный кризис семидесятых просто похоронил геттер второго поколения и эти три буквы пролежали в долгом ящике аж до 1989 года в конце восьмидесятых nissan выступал в легендарной группе а на скайлайне gts r в кузове r31 с мотором rb20 dt который к тому моменту уже объективно перестал вывозить и постоянно проигрывал своим европейским соперникам когда nissan собрал всю волю и весь гоночный бюджет в кулак и в 1989 году выкатил легендарный skyline gtr в кузове r32 новый мотор rb26 dett умный полный привод подруливающая задняя ось и бесконечный потенциал для тюнинга машина получилась настолько удачной что по сути производилась аж до 2002 года да все ваши любимые r33 и r34 это же тачка того чувака из need for speed ну вы помните не что иное как бесконечный рестайлинг r32 в 2002 году мир поменялся и тачки из восьмидесятых уже не так интересовали публику 34 несмотря на агрессивное продвижение продавался хуже всех своих предшественников поэтому nissan берет перерыв чтобы с нуля разработать новый gtr и в 2007 году выкатывает актуальный и по сей день gtr в кузове r35 r35 был первым gtr где рядный шестицилиндровый мотор заменили на v6 это был первый gtr с мотором спереди и коробка передач сзади это был первый gtr с безальтернативным роботом с двумя сцеплениями при этом вы получаете тачку способную сожрать porsche 911 turbo s по цене вдвое меньше так что популярность gtr а вполне объяснимо фух кажется успел на вы посмотрели весьма нефиговый флешбек а теперь вернемся к осмотру здесь вот некоторое виднеется всякое это что о это сабвуфи это чтобы долбила нормально правда вот здесь вот почему-то выломаны две части решетки вот эти вот выхлоп выхлоп по трубке довольно довольно черная как мы снизу он очень 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 грязный камера кажется совсем свежая она очень чистая новая давайте-ка проверим сидухи вот здесь вот очень сильно сточено нитки прям очень сильно кушать ему хочется вот это уже тоже растрескавшиеся потому что должно быть как-то примерно вот так вот педали железные и по ним понять довольно трудно ну вот с этой стороны она новая с этой стороны она уже сильно так подстёрта селектор кпп код цены не так чтобы прям очень сильно код цены вроде даже нормально выглядящий я не знал что японцы тоже пишет вот так вот имя свое будем надеяться что у а яма старался когда его собирала ну вот у него и номер передний помятый да это все из-за того же сам хочу радиатор ну кстати радиаторы довольно чистые вот еще секретный радиатор но этот радиатор довольно грязный ладно на неровной дороге это драйв привозит машину комиссию пока никто не видит в этом месте что-то много грязи задние диски тормозные уже придется менять они уже прям головы здесь кажется было какая-то какой-то логотипчик наклейка его не осталось пока же на ней ездит а если она затонирована так склон тормоз не обзывайся на меня здесь заявлен пробег 38000 километров ну как у любого финиха отсюда но у нее правда рабочее состояние она едет такие ручки классные я привык что в таких машинах вот этой стороны руль но прям так чтобы какого-то криминала я тоже здесь найти не могу вот подушка безопасности конечно скотская здесь машина рассчитана на то что ее будут периодически прикладывать и видимо специально сделано вот так вот элемент подушка безопасности чтобы можно было периодически перезаправлять оптика мне кажется довольно таки чистая затонирована машина наглухо прям вообще очень сильная разница кирюха из владивостока если ты смотришь этот выпуск то знай многое здесь мы смогли понять только благодаря твоей машине в основном мы поняли что ты свою машину просто пытаешься уничтожить все он на коленях короче перед этой тачкой никто от страха не обкакался чисто да ты что не знаешь как суперкары глушат ты слышала что суперкары на газу глушат нет это признак суперкар если бы не бесконечные кнопки от альмеры в интерьере можно было бы прям понять что это супер крутая машина вот и велик кстати у нее кресла разные водительская и пассажирская отличаются по профилю у них разный профиль рисунок разные то есть это очень странно но при этом почему-то круто это же но объясни как руль переставляется я не могу понять и педали чуть-чуть обид в проводку вот так вот мотор сразу счет на виду удобно здесь попаяли крепление он говорит на паре то есть нового если бы не скале не заметил по здесь в принципе что было вот здесь не было такого касания бампер как скачил он приподнял вот это крепление лопнула как она мягкая пластиковая до сюда ничего не дошло и всех и этот бампер он широкий он надел крыло здесь подел круто все детали родные крылья походят родной тут довольно плотно все машина сложная поэтому какое-то время уйдет меня на смотр спасибо большое естественно покусанные но тут видно и невооруженным глазом что окрашена ремонтный окрасик мира патрончик сочек лонжерона здесь не видно чтобы с ним была какая-то беда самое сочек лонжерона все хорошо это довольно странно так ладно это не похоже на японское качество тоже не похоже на японское качество сейчас почему ты так легко снимаешься это нет нет кусочка я не вижу никаких следов звездеца хоть угладься вот ты хоть одну нашел за зубринку но все равно я вот просто тупо ничего не вижу не слышу радиаторы чистые я даже колхозинга не вижу и выхлоп у нее судя по звуку самый обычный это машины не вижу у вас что-то посерьезнее а я без барсетки у меня барсетка я просто ее снял когда это масочная дерьмо закончится я уже просто не могу что мы скажем по этому гэтру жопа звоночки есть что все таки это мог быть тотал не буду я выпендриваться и говорить что я супер профи и нужно просто поехать посмотреть другой гтр ладно поехали тогда посмотрим еще один и уже тогда сделаем вывод да я понял что барсетка не помогает тебя все равно менеджер принял за человека который реально себе хочет купить Nissan давай завезем тебя постричься подстрелите меня пожалуйста как подпорщика хорошо спасибо надеюсь я больше не похож на человека который хочет купить Nissan кажется постричься и правда слушай-ка ну самая главная легкость как же стало легко и хорошо наконец все все старые мысли отсек выбросили разум чистый чакры открыты я готов все могу спокойно подключаться к космосу каналу и просветляться расскажи мне про легкость после стрижки нам нужно посмотреть другой гтар проблема только одна в продаже нет рестайловых гтаров вообще внизу в описании к этому видео ссылка на автору со всеми предложениями по рестайловым Nissan в москве помимо той машины которую мы осмотрели продается еще одна машина всего лишь всего на всю россию четыре машины на автору представлены рестайловых я так подозреваю что нам очень сильно повезло и нам могут показать прямо сейчас нет конечно только завтра но мне кажется что наши зрители ну чтобы просто не скучать пока мы там по домам и ждем другого дня следующего им будет интересно они могут скоротать время послушав обалденную историю почему nissan gtr это дико крутая тачка ты знаешь да мне кажется это неплохое развлечение поэтому мы по домам а для вас интересненькая история почему nissan gtr действительно стоит хотеть любимый ребенок nissan а которому можно было все на разработку был потрачен весь опыт гоночных заводских команд включая выступавших в лимане и 1 миллиард долларов кузов стальной но жесткой запредельной 50 тысяч ньютон метров на градус если у gtr повело лонжерон или потребовались стапельные работы то скорее всего он столкнулся в лоб с метеоритом из алюминия сделаны лишь чашки стаканов усилитель центрального тоннеля и панель между салоном и багажником а вся передняя часть автомобиля и вовсе смонтирована на углепластиковой раме ради фанатического поклонения аэродинамики все днище закрыто огромными панелями спереди полипропиленовая под двигателем фибергласовая трансмиссию закрывает карбоновый диффузор двухрычажка спереди смонтированная на подрамнике жестко прикрученному к кузову и служащим дополнительным элементом жесткости сзади многорычажка которая смонтирована на подрамнике вместе с трансмиссией амортизаторы бильштайн от porsche 911 агрегаты расположены в пределах базы но компоновка суперкаровская по схеме трансаксел двигатель традиционно спереди зато коробка дифференциал и раздатка выполнены единым блоком и расположены под креслами задних пассажиров gtr первый серийный автомобиль с подобной компоновкой и полным приводом до этого никто не отваживался тянуть два длиннющих кардана через всю машину главный кардан углепластиковый кардан с передним колесом стальной но двойной коробка робот с двумя сцеплениями гарантия на которой отключается вместе с отключением системы стабилизации имя производителя этих коробок повергает в ужас ведь это борг варнер известный каждому как производитель коробок дсг так что не удивляемся что в отличие от 911 с роботом pdk который производит zf gtr переваривает лишь несколько стартов с ланча подряд в то время как 911 готов день и ночь без остановки ставить под сомнение заявленные ниссаном паспортные 2.8 секунды в разгоне до сотни двигатель собирается вручную это v6 объемом 3.8 и несмотря на внешнее сходство с моторами инфинити общего у них лишь угол развала в 60 градусов алюминиевый блок с плазменным напылением и хотя у gtr есть постоянная прописка на северной петле двигатель лишен сухого картера как и каких либо гоночных заморочек система питания и механизм грм вполне гражданские из необычного лишь то что турбокомпрессоры интегрированы прямо в выпускной коллектор ну что ребятки я надеюсь у вас впечатлило техническое устройство nissana gtr а теперь самое засадное почему я не люблю проверять эти машины всего этого не видно все вот эти изыски про которые мы рассказали ничего этого практически невозможно увидеть глазами это самое сложное в проверке машина по моему личному мнению в ней все 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 что только вот можно все запрятан чтобы хоть до чего-нибудь докопаться нужно разбирать либо ну обладать какой-то невероятной гибкостью либо просто жить в этих nissana чтобы вот так вот посмотрел и сразу но вообще это чисто такая супер каровская история все всегда супер закрыто потому что аэродинамика плюс ко всему кузов всегда нужно делать маленьким компактным и по возможности легким поэтому все супер плотно друг дружке реально никуда не пролезть в этих спортивных тачках это всегда очень очень сложно особенно вот так вот сходу gtr среди даже по меркам суперкаров это сверх сложная машина и кстати подтверждает это то что даже nissan и продает и обслуживают эти машины всего несколько дилеров в россии когда-то было всего лишь 6 дилеров которые могли продавать и обслуживать эти машины и насколько я знаю один из московских закрылся так что сейчас должно быть и того меньше в общем это действительно очень сложная машина которую очень сложно проверить и ко вчерашней машине осталось много вопросов поэтому сейчас мы едем смотреть другую машину если вы сомневаетесь и смотрите там какую-то машину посмотрите несколько потому что так легко составить общую картину того как должно быть как не должно быть и какая-то машина будет лучше какая-то хуже где-то что-то будет получше сделано где-то вообще все будет новое и таким образом у вас будет представление о том где с какой машины что так а что не так ну чё пока нас заправляют пойдем посмотрим можно это дополнить обычный пятый да а теперь мы покажем вам гтр в абсолютно идеальном состоянии поехали во первых он с первого дня здесь в пленке конечно вокруг номера она налеплена не очень аккуратно камера задняя очень чистая выход он такой чистый какой чистый выход прям блестит хорош абсолютно матовая седуха абсолютно чистая хорошая здесь ничего не раз долго не стерто педаль как выглядит но немножко тоже она подстирается но совсем не так как там руль хороший абсолютно идеальный матовый селектор кпп этот мотор собрал изуми сегодня так это тут прекрасные кнопочки блин ну они какие они здесь просто матовые посмотри как выглядят кнопки свежие абсолютно прекрасные кнопки хоть они и от альмеры напишите в комментариях если поняли что это за переключатель и для чего он а здесь в багажнике все целое там была сломана решетка ну ладно это было не так зло как на доме сказка 17900 километров пробега блин она она новая она абсолютно новая что может быть еще ну я смотрю все окей написано по другому быть не может а вот все ну на фоне всего что сейчас продается продажи это просто сказка там была сломана там была сломана шорка а он я с каким пробегом забирал я не спевал что-то я не сядю что я не сядю что я не исключаю или даже по расхождению а потом не успокаиваю наверное это здорово просто мы до этого смотрели у нас на логике есть чувак который и а у того ты смотрел да да самые жесткие это вот те вот ребята туда нахерачиваю ну что ж это было быстро и решительно прямо как ниссан гтр вали мы осмотрели вторую машину у меня новая прическа и свежие мысли поэтому все я готов делать выводы все теперь картина ясна как день первая машина очень сильно меня озадачила по следующей причине как вы помните продавец сказал что у машины была какая-то небольшая коллизия с бампером и соответственно он задел фары и крылья если мы откроем отчет автору по этой машине то увидим что машина продавалась на аукционе годных остатков есть даже фотки битой машины если вы кстати посмотрите фотки по ним особо повреждений не видать ну согласитесь наши любимые случаи где по фоткам такое ощущение что притерли бампер во дворе расчет ремонта у этой машины на три с лишним миллиона рублей и в числе прочего стоят вот самые пугающие пункты крыша постановка на стапель и колесная арка вот такие вот повреждения когда внешне кажется что машина практически целой бывают очень сильно обманчивыми есть ролик на канале у нас где мы смотрели голубенький 911 он внешне практически не пострадал однако удар был такой силы что у машины появилась складка в полу и это кузов на помойку то есть это тотальная гибель автомобиля и совсем недавно у максима шелкова на канале была история про трешку бмв которую внешне слегка задел пьяный водитель там буквально блин просто царапка на крыле была и та же самая история вырвала подвеску и складка в полу то есть от небольшой царапины внешне на самом деле кузов пошел на помойку вот эти повреждения визуальные маленькие они могут быть очень обманчивыми но обманчивыми могут быть и расчеты в итоге в чем самая главная засада после осмотра первой машины я не готов был сказать что менеджер нас обманул не видно что всю машину переделывали перефигачивали вы наверное решите что это просто мы такие с ты ха-ха-ха давайте вместе с вами просто пройдемся по пунктам из расчета стоимости ремонта крыша ремонт крыши окрас крыши посмотрите на эту крышу вот значение толщиномера никаких визуальных признаков ремонтного окраса замена дверей написано пожалуйста вот вам двери никаких окрасов ни по толщиномеру не визуально вот вам проемы дверей вот посмотрите петли дверей пожалуйста вот все есть есть только малюсенькие следы что двери разбирали потому что клипсы крепежа они покусанные но это все что есть сами двери целые пороги пожалуйста вот вам пороги все значения идеальны никаких признаков ремонтных окрасов да накладка порога лежит криво ее трогать не разрешили под нее заглянуть не разрешили это то с чем мы работаем это вот мы приходим нам вот дают вот так машину проверять что видишь глазами то твое нечего ничего разбирать трогать постановка на стапель давайте посмотрим снизу найдем мы там следы стапеля не найдем вот пожалуйста вот снизу единственное что видно снизу то что машина где-то брюхом пару раз цепанула под капотом пожалуйста лонжерончики вам интересно да посмотрите вот они любуйтесь вот вот эти два квадратных сантиметра это все что можно увидеть глазами у Nissan GTR есть интересная фишка интересная особенность колесные арки сам кузов Nissan несмотря на то что он неимоверно жесткий у него фантастическая какая-то жесткость и накручение он стальной для снижения веса арки колесные выполнены из алюминия и сталь к алюминию в GTR крепится клеем и болтами и вот эти самые болты крепления колесных арок в принципе к ним можно подлезть и можно их разглядеть вот полюбуйтесь на них их тоже никто не трогал с ними тоже все в порядке более того есть куча нестыковок допустим в расчете нету подушек безопасности давайте попробуем посмотреть срабатывали подушки безопасности или нет крепление кресел хрен к ним подлезешь все закрыто пластиковыми накладочками они очень плотно сидят их тяжело с ними швы на кресле где разрывается аэрбэк и откуда выстрелит подушку безопасности с ним кажется все в порядке на руле нет заглушечки одной одной заглушечки нет на руле сама заглушка аэрбэга вполне себе выглядит как заводская так что по всем вот аэрбэгам срабатывали не срабатывали наверное единственное место которое немножко напрягло это на панели приборов там где выстреливает аэрбэк пассажирский вся верхняя часть панели приборов в GTR обтянута кожей но посмотрите как сделан штамп аэрбэга аккуратно и хорошо пропечатан как он сделан на руле и посмотрите какой невнятный штамп стоит на вот этой боковинке идем дальше по списку фары фары по расчету стоимости на замену ну вот смотрите вот вам фары ничего на них нет никаких маркировок пойди разбери никакого единственное одну фару точно не меняли потому что она со сломанным крепежом радиаторы интеркулеры вот пожалуйста никто их не трогал старые грязные древние забитые говном интеркулеры написано что выпускные трубы пострадали вот вам выхлоп посмотрите тоже старый древний сгнивший и кажется его никто не менял крылья и крыша почему они в списке пострадавших возможно по ним просто слегка что-то коцнуло ну типа там что-то случилось какой-то камешек прилетел там какая-то коцка нету этих коцок все пересмотрели написано что боковина задней менялась вообще никаких следов весь пластик который снизу закрывает двигатель они у ГТР довольно сложные массивные дорогие по нему видно что его никто не трогал никто не менял однозначно удар был сильнее чем ну со слов менеджера менеджер говорит что дальше бампера вообще никуда не пошло нет дальше бампера пошло потому что посмотрите отметину на корпусе воздушного фильтра она ударилась в трубку кондиционера и просто посмотрите где это расположено то есть тот удар который был он все-таки пошел довольно далеко плюс посмотрите по салону все-таки есть звоночки что срабатывали подушки безопасности либо удар был очень сильный который сотряс весь салон посмотрите задние накладки потолка стоят криво накладки стойк лобового стекла стоят криво накладка порога поломана она не прикрепляется к порогу в бардачке не хватает какого-то крепежа довольно много крепежа под капотом крутили точно машина получала в морду и точно пострадала вот эта вот углепластиковая рама на которую вешаются фары и радиаторы потому что должен быть стикер на ней этого стикера нету и еще очень странно выглядит дополнительная табличка с идентификационным номером очень странно у нее выглядят заклепки вокруг заклепок следы как будто бы клепки снимали пытались открутить снять но при этом посмотрели вин вин кузова ее не вторичный ну нормальный вин обычный ниссановский вин плюс срабатывали пиропатроны капота там и следы есть и сломаны вот эти пластиковые заглушечки которые прикрывают крепеж капота и есть все основания полагать что после дтп машину собирали из говна и палок экономя на всем чем только можно больше всего меня поразила губа нижняя губа посмотрите ее прилепили обратно и даже не весь крепеж обратно закупили там видно прям вот что крепеж во-первых был выломан и обратно его закрутили во вторых где-то на то чтобы крепеж установить просто забили хрен соответственно машина которая может разгоняться ну минимум до 700 км в час у нее спереди не все аэродинамические элементы не весь крепеж аэродинамических элементов присутствует на своих местах плюс у машины была куча следов интенсивной эксплуатации с полным забиванием на правильное обслуживание чего стоит одна резина у nissana gtr нет какой-то своей амалогации ну своих значков да что вот эта резина для gtr но у gtr есть просто своя резина это данлоп вот с этим вот сложным мега-пупер-космическим названием эта резина только на gtr идет там все настолько заморочено с резиной что заправлять ее нужно азотом и посмотрите что вместо резины стояло у этого gtr плюс тормозные диски задние тормозные диски были очень уставшие но они хотя бы были родными вместо передних тормозных дисков уже стоял какой-то колхоз ну и наши традиционные маркеры состояние салона они в принципе тоже работают накладки педалей руль кресло все это выглядит не на 38 тысяч заявленного пробега ну потому что по сути 38 это не так уж и далеко грубо говоря от 18 вот так вот выглядит на 18 тысячах пробега а вот так вот выглядит на якобы 38 по сути они как бы должны отличаться супер 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 незаметно они отличаются поразительно вот это вот новая а вот это вот сильно-сильно уставшая поэтому наверное не стоит удивляться тому что первый nissan gtr уже полгода продается по разным трейдинам взгляните на историю автору собственно вот рамки которые мы нашли в багажнике вот оно пожалуйста объявление в истории размещения автору плюс машина лизинговая после этого машина путешествует по различным оошкам весь птс у нее забит все это ее конечно же не окрасит и добавляет большой-большой сомнительности в покупке этого автомобиля главные выводы которые я хочу сделать по этому ролику есть сложные машины есть машины которые можно сходу ты приходишь осматриваешь их и ты практически полностью досконально знаешь все ее состояние всю ее историю gtr не из этих машин и гораздо лучше признать что ты чего-то не разглядел чем потом связаться с проблемной машины именно так мы и поступили и это опять-таки вот главный наверное вывод сегодняшнего ролика если вы сомневаетесь осмотрите другую машину на самом деле вообще нет никакого резона связываться с первой машиной потому что где-то в мире можно пускай чуть дороже но купить вот такую потому что с ней сразу все в порядке все кто гоняются за гтрами на самом деле там моторы коробки их не особо интересуют потому что грубо говоря в этих тачках это расходный материал будем честны самое главное для этих людей это целый кузов и вот состояние желательно и у первой машины явно есть какие-то косяки с кузовом поэтому если бы я гонялся за геттером я бы лучше переплатил лишний там миллион но взял бы машину без каких-либо проблем с хорошим новым кузовом с идеальным салоном с идеальным состоянием и более-менее прозрачной истории потому что машина которая качивает из одного трейдина в другой потому что она продавалась на акционе годных остатков ну честно говоря это был бы не мой выбор возможно это просто какие-то махинации со страховкой так или иначе как уже сказал Владимир связываться с первой машиной никакого резона нет потому что есть другой хотя мое личное мнение что обе эти машины не стоят тех денег которые за них просят и реально они поменяют владельца когда и та и другая будет стоить меньше четырех с половиной миллионов а за пятерку извините это уже территория AMG GT да когда за какие-то деньги можно купить настоящую машину Nissan уже и не хочется спасибо что были с нами пока пока вот такой вот сложный случай правда сложный правда сложная машина прямо аж даже мозг зачесался изнутри что позавтракаем ага все пока пацаны а а а а Субтитры сделал DimaTorzok